Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Сама Санду в интервью Euronews сказала, что теперь у нее есть все инструменты, чтобы начать большую чистку в экономике, социальной жизни и политике одной из беднейших стран Европы. Майя Санду, президент Республики Молдова. Речь идет об устранении коррумпированных судей, коррумпированных прокуроров из системы, чтобы очистить также и другие учреждения, сделать их независимыми от влияния различных коррупционных групп, которые в течение очень долгого времени крали государственные деньги. Мы действительно хотим упростить процедуры, касающиеся конфискации незаконных активов и возвращения активов, которые были украдены у государства. Санду и ее партии придется многое упорно работать, чтобы объединить общество, глубоко расколотое на тех, кто стремится к сближению с ЕС, и тех, кто хотел бы сохранить более крепкие связи с Россией, как, например, бывший президент Игорь Дадон и его партия социалистов Республики Молдова. Майя Санду, президент Республики Молдова. «Консолидировать общество – вызов для нас. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами, и мы можем их преодолеть все вместе, если сплотимся. Я знаю, что каждый честный гражданин Республики Молдова, независимо от его политических предпочтений, хочет жить в стране, где государство заботится о нем, где у государства есть сильные институты, которые защищают граждан и создают экономические возможности, чтобы они могли зарабатывать деньги у себя дома. Есть много вещей, которые могут объединить наше общество, и мы будем работать над этими проблемами». Результат выборов уже был назван историческим. Впервые в Молдове проевропейская партия получает большинство в парламенте. Но это также породило огромные ожидания и надежды, которые будут очень сильно давить на Санду и ее союзников. Ведь если они не смогут оправдать этих ожиданий и выполнить свои обещания, не смогут провести настоящие реформы, в которых нуждается страна, разочарование также будет огромным. Отметим, что после выступления главы Конституционного суда Доминики Маноли и президента Майя Санду депутаты от партии «Действия и солидарность» предложили взять паузу и вернуться на заседание в четверг, 29 июля. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok